МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании Город. Время говорить главные темы этого выпуска. Заклубились. Посетители Рязанского ночного клуба ДК заявили об избиении их полицейскими. Позвольте вам выйти вон. Из Рязани выдворена большая группа нелегалов. В выходные, как они есть, суббота и воскресенье в Рязанской области не обошлись без автомобильных аварий. А теперь обо всем подробнее. Сегодня дорожные полицейские дали комментарии по поводу субботней автоаварии, случившейся на выезде из Рязани. Тяжелый КамАЗ буквально уничтожил «Жигули-девятку», а еще одну легковушку выбил на обочину, словно бильярдный шар. 51-летний житель города Рыбное, управляя автомобилем ВАЗ-2109, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение сначала с автомобилем ВАЗ-2104, а затем с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия от автомобиля «Жигули-девятой модели» практически ничего не осталось. Ее водитель и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Жигулей» четвертой модели получил стрессение головного мозга и переломы, с которыми был помещен в областную клиническую больницу города Рязани. Еще одна авария произошла в Скопине. Здесь, на перекрестке, 60-летняя дама, управлявшая «Ладой Калиной», не уступила на перекрестке КамАЗу. Это при том, что грузовик шел по главной дороге. В результате происшествия женщина-водитель и двое ее пассажиров, в том числе 13-летняя школьница, получили различные травмы, с которыми обращались в больницу. Обеих женщин госпитализировали. Девочка получила ушибы и ссадины, и после оказания медицинской помощи она была отпущена. А это знакомые все места район мяскомбината в Рязани. Здесь, как сообщают очевидцы, легкомысленная легковушка. Словно на трамплине подпрыгнула на бордюре, да и перевернулся мир у ее водителя. Пострадавших, по словам тех же очевидцев, нет. Сегодня стало известно о скандале в рязанском клубе «ДК». Это случилось вчера вечером во время панк-рок-концерта. Люди в масках ворвались в клуб, поставили посетителей в позу 3-4 ноги шире и заявили, что идет операция по поиску наркотиков. Как сообщают в соцсетях очевидцы, зрителей периодически избивали, а затем отвезли в советский РОВД. Сегодня мы встретились с директором клуба «ДК» Иваном Ватяковым, который сообщил подробности происшествия. Проходили разыскные мероприятия в клубе. Где-то через полчаса мне предъявили акт, что запрещенных веществ в клубе не обнаружено. После чего где-то полтора часа еще сотрудники ОМОН одержали всех людей в таком статичном положении. При этом периодически, применяя физическую силу, били людей по ногам. Также я видел, что применяли дубинки резиновые. Через некоторое время, где-то через 2 часа, людей начали постепенно выводить и забирать в отдел милиции, насколько я знаю, в советский. Часть людей поставили в дворе клуба, к стене, и также их били. Ни с кем из сотрудников я не общался. Каких-то объяснений мне доведено не было. Моё предположение, что, видимо, сотрудник полиции не нравится людей, которые ходят на этот концерт, или что здесь происходит. Но я могу сказать, что все было абсолютно мирный концерт. В рамках законов, правил, люди были трезвые, готовы к восприятию музыки. А если у сотрудников полиции есть какие-то конкретные претензии к данным людям, то, на мой взгляд, что они должны решать эту проблему иными путями, а не такими варшевскими методами. Свою версию того, что было в клубе ДК, дали сегодня рязанские правоохранители. На сайте ОМВД появилось сообщение, что при проведении антинаркотического рейда в клубе ДК один из посетителей накинулся со спины на ОМОНовца. Полицейский, пресекая нарушение, применил силу. Сейчас идет проверка правомерности его действий. Также на сайте размещена информация, что по результатам рейдовых мероприятий в первый отдел полиции было доставлено 38 посетителей клуба Дом культуры, составлено 9 протоколов об административных правонарушениях, а фото, которые вы видели, выложены в соцсетях якобы пострадавшими от действий полиции. Ситуация, скорее всего, получит свое развитие, а мы будем следить за всем, что происходит вокруг событий в клубе ДК. Между тем, силовики еще разбираются в инциденте, случившемся недавно в Рязани, в ходе которого произошла драка между частным извозчиком и гастарбайтером. Таксист получил травму, приезжий азиат задержан, возбуждено дело по статье хулиганства. А сегодня из Рязани была выдворена очередная партия нелегалов, рассказывает Глеб Галушкин. Только за сентябрь, по словам рязанских полицейских, они выдворили за пределы России почти 130 нелегальных мигрантов. Такая активная работа в этом направлении, как говорят стражи правопорядка, связана с ужесточением миграционного законодательства. Если раньше нелегалов больше штрафовали, чем депортировали, то отныне любого гастарбайтера без необходимых документов ждет одно – выдворение из России. Сейчас в Рязани существует лишь два пункта временного содержания нелегальных мигрантов, и порой для задержанных иностранных граждан не хватает места. Что и говорить, проблема явно вышла из-под контроля российского правительства, потому миграционное законодательство постоянно меняется в сторону ужесточения. Так, в первом квартале 2014 года вступит в силу законопроект, меняющий правила разрешения на временное проживание. Документ будет выдаваться только в том случае, если трудовой мигрант предоставит ФМС договор о своем трудоустройстве. При этом вакансия может быть предоставлена иностранцу только в том случае, если она не занимается российским гражданином в течение двух месяцев. Также в Госдуме сейчас обсуждаются законопроекты, ужесточающие санкции в отношении и работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов. В пятницу завершились праздники в честь 70-летнего юбилея Рязанского медицинского университета. По всей видимости, в Рязани это был самый здоровый с медицинской точки зрения юбилей последнего времени. На празднике жизни в медуниверситете была Олеся Харлина. Последний день празднования 70-летия Рязанского медуниверситета справедливо можно назвать самым здоровым. Вся прилегающая территория превратилась в туристическую поляну. На одной из площадок участники вспоминали правила народной забавы – городки. Игра существует уже более двух столетий и со временем превратилась в отдельное направление – так называемый городошный спорт. Играли и крестьяне, и городские жители. Потом, позже, она превратилась в спорт. То есть при СССР это был один из распространенных видов. Были также и чемпионы, играли очень много знаменитых лиц. Также наш Павлов, академик, очень эту игру играл. И вот мы на 70-летие решили возродить традицию. Но для вузов, которым ежегодно проводятся соревнования по девяти видам спорта, и это задача по плечу. Студенты меда с удовольствием принимают участие во многих общественных акциях, будь то велоквест, посвященный Дню борьбы со СПИДом, или массовое катание на коньках, пропагандирующее здоровый образ жизни. На одной из площадок будущие медики доказывали, что способны добраться до пациента через горы и водные преграды. Сориентируются в любой ситуации. Многие из этих молодых людей идут работать в МЧС. С помощью вот такого упражнения под названием «Бабочка» студенты учатся контролировать центр тяжести. И те же самые оказания первой медицинской помощи. И если в какую-то сложную ситуацию попал, это все пригодится. Туристический клуб «Телес» в следующем году и сам отметит юбилей – 40 лет со дня основания. За это время выпустилось огромное количество туристов-медиков, скажем так, которые покоряли и горные вершины, и покоряли бурные реки, совершали пешие походы. Наверное, как, кстати, вы знаете, Михаила Малахова, героя Советского Союза, тоже выпускник нашего туристического клуба, активно принимал в нем участие. Коллажи, выставки, встречи, семинары, культурные и спортивные события – все это вот уже пять лет неизменно попадает в объектив творческих ребят из фото-видео-студии «Виэс Позитив». В этот день она тоже отметила первую пятилетку. Студию мы организовали, когда я учился еще на первом курсе, с моим одногруппником. Работали вдвоем сначала на фотосъемке, на видеосъемке. И в итоге результат, вот, пятилетняя работа, у нас сейчас 13 человек, у нас есть и начинающие фотографы, и уже опытные довольно-таки. Студенты стали инициативнее, а поскольку ВУЗ многонациональный, есть чем поделиться. Вот здесь, например, атлас народов мира в миниатюре. Традиционные украшения, лакомства, наряды, музыкальные инструменты. Это наши Багвадгита, как библика. Это у нас на автуре индийский, это как библика, да? Это портрет наш Бомб, слон, да, Ганеш его называется. Это наш Сариль, очень известный во всем мире, это Сариль. Сам Нарин Дракумар демонстрирует мужской свадебный наряд своего народа. Невеста пока в перспективе, шутит молодой человек. Кстати, у него тоже сегодня именины, 22 года. Удивительный день. Об этом говорит и то, что на праздник съехались лучшие медицинские кадры. ВУЗ обучает студентов из 56 стран мира. Это десятки тысяч выпускников. И каждый, кто нашел возможность, поздравил свой альмаматор с юбилеем. На сегодня все. Хорошей всем нам трудовой недели. Доброго вечера и до встречи завтра. Как всегда в программе «Время говорить». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова